Пожалуй, не солгу сказав, что новости, которые мы читаем в течение дня, мы потом обязательно обсуждаем с друзьями, знакомыми, в кафе или на кухне у подруги. И правильно делаем, ведь каждому есть что сказать на то или иное сообщение. Вот и мы предлагаем вам для обсуждений еще одну площадку – наш сайт, где вы можете активно участвовать в опросах. Кстати, ваш взгляд на некоторые темы в нашем сюжете. Ну что, мы запускали опросы, а вы в них голосовали, высказывая свое мнение. Посмотрим, что из этого вышло. Первая новость для опроса, как по мне, повод для дискуссий. Заголовок такой. Дмитрий Медведев пригрозил отключением России от мирового интернета. Согласитесь, невольно проводишь некоторые параллели. Возможно, причиной такой категоричности стала новость, которая облетела все мировые СМИ. Так, одна западная компания заявила, что у российского гимна появился американский правообладатель. Потому, если попытаться спеть гимн нота в ноту от видеохостинга YouTube, придет предупреждение – спорный контент. Конечно, Роскомнадзор потребовал от Google, владеющей видеосервисом, снять ограничения. Компания и сама признала необоснованной монетизацию символа страны и сняла запрет. Но остадочек-то остался. Помимо этого, Медведев заявил, что Россия уязвима при пользовании несуверенным интернетом. Сказав, что ключевые права на управление всемирной паутиной в США. То, что ключи от этого ларчика находятся за океаном, должно беспокоить жителей страны. Не будем углубляться в политические перипетии. Мы предложили опрос о насущном. Вы сможете прожить без доступа к любимым сайтам? Почти 30% уверены, что ограничение доступа к привычным страницам ничего не изменит в их жизни. Более 70% не смогли остаться равнодушными. Немного опросов про работу. Около 50% россиян хотят работать 4 дня в неделю. Данное исследование опубликовал портал SuperJab. При этом потенциал у идеи гораздо выше. 70% работников утверждают, что справятся со своими пятидневными обязанностями за 4 дня. Некоторые предприятия страны уже перешли в такой формат. Какой график ближе вам? Поработать в укороченном варианте хотели бы 62% респондентов. 34% предпочли оставить привычные 5 дней. Что вы делаете в пробках по дороге на ту самую работу? Вы удивитесь, но есть и такой опрос. Я обожаю слушать музыку. Делаю это при любой возможности. В общественном транспорте предпочтение все же даю книгам. Причем только в печатном варианте. Есть в том своя романтика. Кстати, подкасты тоже классно, но не все. Наши читатели поделились своими увлечениями в пробках. Конечно, все вышеперечисленное по душе большинству. За этот вариант проголосовали почти 50%. По-настоящему удивили 13%. Они танцуют и поют. В машине с ними должно быть очень весело. В отличие от тех, кто предпочитает скоротать время, злясь, наверное, на пробку. Видео не смотрит никто. Еще бы, трафик ведь не резиновый. На десерт опрос про коронавирус, как выяснилось, больше половины страны одобряют внедрение ковид-паспортов. Ковид-паспорт, если вы вдруг не знаете, документ, где планируется указывать информацию о наличии или отсутствии антител. Как вы относитесь к такому документу? Мои коллеги с сайта НУР24 предложили вам варианты про массовую чипизацию и необходимость введения такого паспорта, как подтверждение безопасности. И вот как вы проголосовали. С опросами все. Дистайте новости, открывайте интересные заголовки и голосуйте в вопросах.